Дальше приводится повествование Интересная история Мне очень понравилось Про то, как Посланник Всевышнего готовится К битве при Табуке В эту битву он вступает С тридцати тысячным войском И в этот момент Насколько мы помним Из предыдущих глав Были такие люди, которые Искренне хотели Но не смогли Выдвинуться в поход А были и те, кто не вышел Из-за скрытого Опять же из-за лицемерия Они придумывали какие-то Причины, доводы Чтобы не выходить в поход Но при этом они говорили Что да, мы следуем Твоей вере Посланнику Всевышнего Но среди этих людей Среди лицемеров Было четверо верующих Которые истинно верили В священное писание В миссию пророка Мухаммада Это были три сподвижника Кааба ибн Малик Мурара ибн Рари Хилляль ибн Умая И Абу Хайсама Абу Хайсама из этих четверых Он все-таки Несмотря на то, что Сразу, когда посланник Всевышнего Салаха ибн Малик Выдвинулся в поход Он с ним сразу же не выдвинулся Но в последующем Он догнал его И присоединился к битве Уже после А вот эти трое Кааба ибн Малик Мурара и Хилляль Они остаются Несмотря на то, что Вера в их сердцах есть Но в поход они не выдвигаются И вот дальше Передается хадис Вот как раз таки От самого Кааба ибн Малика Он рассказывает Как вот Свои ощущения В тот период Когда Посланник Всевышнего Объявляет О начале Похода Он говорит, что Когда Я услышал Вот эту весть Я начал Беспокоиться И Я вроде бы как Старался Себя Готовить К тому, что Скоро будет поход Выходил Каждое утро Чтобы вместе Со всеми Начать подготовку Но потом опять Возвращался домой Так ничего и не делал То есть им надо было Подготовить Снаряжение Допустим Может быть Стрелы свои Подготовить Луки Он вроде бы Как выходил Со всеми Готовился Но возвращаясь домой Он ничего Не делал И Сам себе говорил Мне ничто Не помешает Быстро собраться Что Когда Посланник Всевышнего Выдвинется Я быстренько Соберусь И присоединюсь К ним И отправлюсь Вместе с ними В поход Но когда Наступает Момент К выходу В поход Он Со всеми Не выдвигается Он остается Дома Да И говорит Я потом Ну берет Такое внутреннее Намерение Что я потом Нас догоню Но Он и этого Не делает И когда Уже Посланник Всевышнего Отправился В путь Проходит Два месяца С момента Как Прошла битва Да Как они Отправились В поход И Все это время Кауп Рассказывает Что ему Было Трудно Находиться Среди Вот этих Людей Которые Не отправились В поход Он чувствовал Что эти люди Лицемеры Ну и Среди них Возможно Были и немощные Те кто Болен Кто действительно Не мог Сражаться Но он Себя Чувствовал Некомфортно Находясь Среди таких Людей А когда Посланник Всевышний Возвращается Из похода То Утром Он Естественно Первым делом Отправляется В мечеть Отправляется В мечеть Совершает Два Ракята Молитвы И Дальше Общается Со своими Сподвижниками И Потом После Молитвы К нему Начинают Подходить Люди И Пытаются Оправдаться Почему Они Не отправились Вместе С Посланником Всевышнего В поход И Кап Говорит Что таких Людей Было Около 80 Человек Посланник Всевышнего Принимает Их Оправдания И клятвы Но Обращается К Аллаху С мольбой Об их Прощении То есть Он Внутренне Чувствует Что Они Не искренне С ним Что они Пытаются Просто Оправдать Сами себя Почему Они не Отправились Вместе С ним В поход И Когда Наступает Очередь Капа То Он Приветствует Посланника Всевышнего Саллаху Алихасаля На что Он говорит Что Посланник Всевышнего Улыбается С разгневанной Улыбкой И Он Ему Говорит Подойди И Когда Он Подходит Ближе Садится Перед Ним Он Спрашивает Что Заставило Тебя Остаться Разве Ты Не Имел Верблюда То Посланник Всевышнего Саллаху Понимает Что Действительно У Капа Были И Возможности И Силы Чтобы Выдвинуться Поход И Он Не Понимает Что Его Заставило Остановиться Почему Он Вместе С ними Не Двинулся В Поход Несмотря На То Что В предыдущих Битвах Эти Сподвижники Участвовали То Эти Трое Которые Не Двинулись В Поход При Табуке Они До Этого В других Битвах Были С Посланником Всевышнего И Тогда Кап Он Понимает Что Он Совершил Ошибку Что Он Струсил Не Выдвинувшись В поход Но В отличие От тех Людей Которые До Этого Беседовали С Посланником Всевышнего Он Решил Не Оправдываться Не Врать Не Лгать Посланнику Всевышнего С Аллах А Сказать Правду Он Говорит О Посланник Клянусь Аллахом Если Я Сидел Перед Любым Другим Человеком То Я Бы Смог Избежать Его Гнева С Помощью Какого То Оправдание Я Бы Мог Придумать Что Угодно Потому Что Я Красноречив Я Умею Красиво Говорить Я Нашел Что Сказать В Оправдание Себе Но Говорит Клянусь Господом Я Понял Что Если Сегодня Солгу Тебе То Ты В любом Случа Удовлетворишься Услышанным Но Всевышний Все равно Потом Тебе Укажут На то Что Я Солгал И Мне Он Говорит Не Избежать Твоего Гнева А Если Говорит Я Скажу Тебе Правду То Ты Разгневаешься На Меня Уже Сейчас Я Надеюсь На Прощение Великого Аллаха Клянусь Всевышним Он Говорит Нет У Меня Никаких Оправданий И Клянусь Всевышним У Меня Был Достаток И Физически Я Был Способен Выступить То Кап Честно Признается Что У него Были И Возможности И Силы Но Побоялся За Жизнь Свою Это Уже Кап Не Говорит Почему Он Все Таки Не Двинулся Но Он Искренне Признается Что Действительно У него Все Было Для Того Чтобы Выйти Выдвинуться В поход И Посланник Всевышнего В этот момент Говорит Что Касается Кап То Он Сказал Правду И Он Говорит Вставай И Иди Пока Аллах Не Вынесет Решение Относительно Тебя И Когда Он Покидает Посланника Всевышнего К Нему Подбегают Люди И Говорят А чё ж Ты Не Мог Так же Как И Те Кто До Тебя Общались С ним Не Мог Ты Так Что Нибудь Придумать Зачем Ты Сказал Так Прямо В лоб Ему Правду И Тогда Кап Спрашивает А есть ли Еще Такие Кто Так же То есть Это Еще Два Сподвижника Правильных Человека Которые Принимали Участие В битве При Бадре И Тогда Кап Говорит Мне Следует Брать С них Пример Но Через Какое-то Время Посланник Всевышний Запрещает Всем Жителям Медины Общаться С Этими Тремя Пока Всевышний Не Вынесет Своего Окончательного Решения Касательно Них И Все Люди Перестали С ними Общаться И Кап Говорит Что Мурара И Халиль Им Было Настолько Трудно Что Они Не готовы Были Даже Выйти Из Дома Что Земля Им Казалась Чужой И Они Все Это Время Сидели В своих Домах И Плакали А Кап Был Среди Них Помоложе И Ему Хватало Сил Возможно Выйти Из Дома Проходиться Среди Людей Он Даже Приходил В мечеть И Совершал Молитву Вместе Спасанником Всевышнего Но Он Говорит Что Все Это Время Ему Было Настолько Трудно От Того Что Люди С Не Общаются От Того Что Пасан Всевышнего Когда Он К Нему Обращается С Приветствием Он Говорит Я Все Время Смотрел Шевелятся Ли Его Губы Чтобы Ответить Ему На Приветствие А Когда Говорит Я Совершал Молитву И Делал Земной Поклон Возможно Он Говорит Я Чувствовал Взгляд Посанника Всевышнего На Мне Но Когда Я Поднимал Свой Взор И Пытался На Него Посмотреть То Он Отворачивался От Него И Дальше Он Говорит Что Рассказывает Свою Историю Как Он Встретился Со Своим Двоюродным Братом С Которым У Него Были Хорошие Отношения Он Сбирается На Забор И Хочет Поприветствовать Его На Что Его Брат Так же Как И Весь Остальной Народ Медин Не Обращает На Него Внимания Просто И Тогда Кааб Ему Говорит О Абу Катада Заклинаю Тебя Аллахом Известно Ли Тебе Что Я Люблю Всевышнего И Его Посланника Но Абу Катада Все равно Ему Ничего Не Отвечает И В итоге Он Говорит Аллах Его Посланник Знают Лучше И Глаза Мои Приполнились Слезами И Я Ушел Прочь Говорит Рассказывает Кааб Ибн Малик Дальше Он Говорит Что Он Идет На Рынок Медины И Слышит Что Один Из Крестьян Шамар Спрашивает У Людей Кто Такой Кааб Ибн Малик И Может Ли Кто Нибудь Показать На Него И Люди Указывают На Кааб И Говорят Вот Это Он Крестьянин Из Шама Подходит Говорит Что До Нас Дошла Такая Височка Что Он Был Посланником От Правителя Гасанидов И Он Подойдя К нему Говорит Что Вот Для Тебя Послание В котором Говорится Что Поистине До Них Дошло Что Твой Друг Тебя Оставил Присоединяйся К нам Среди Нас Найдешь Утешение И Покой Но Кааб Ибн Малик Прочитав Это Послание Произносит Это Очередное Испытание И Сжигает Его И так Проходит 40 дней Но Всевышний Так и Не отвечает На этот Проступок И Мало Того Он Получает Весточку От Посланника Всевышнего Саллаху Алейхи Вассалям Который Сказал Чтобы Кааб Ибн Малик Даже К Супруге Своей Не Приближался И Тогда Он Отправляет Ее К Своим Родственникам И Продолжает Дальше Пребывать В одиночестве Ожидая Решения От Самого Всевышнего Аллаха Так Проходит Еще 10 дней В итоге Через 50 дней Только На исходе 50-й Ночи Он Совершает Молитву На крыше Одного Из домов И слышит Что С горы Саль Кто-то Кричит Во весь Голос О Кабан Ибн Малик Благая Весь Тебе И Услышав Эти Слова Он С радостью Совершает Земной Поклон И В это Утро После Утренней Молитвы Пророк Рассказывает Людям Что Всевышний Аллах Принял Покаяние Троих Каба Ибн Малик Мурары Ибн Раби И Икап Говорит Что Он Поспешил В мечеть Чтобы Приветствовать Пророка Саллах Икап Икап Говорит Радуйся Лучшему Из ней Твоих С момента Рождения И лицо Его при этом Сияло От радости Икап Спрашивает Это от тебя Посланник Или же От Аллаха И он Ответил Нет Это от Всемогущего И великого Аллаха И Он Садится Перед Посланником Всевышнего И говорит О посланник Поистине Аллах Спас Меня Не только Благодаря Тому Что я Сказала Правду Но в знак Благодарности За покаяние И до самой смерти Говорит Я не буду Говорить Ничего Кроме Правды Не знаю Не знаю Как остальных Но меня Честно До глубины Души Трогает Сколько Терпения Было У этих Сподвижников И Что им Удалось Несмотря Из гнева Аллах И будьте Из числа Правдивых Священный Коран 9 сура 119 аят Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok